Салам алейкум, как человеку убежденному в том, что Корана достаточно объяснить, что без сунны и хадисов не обойтись? Человек убежден, что нет точных гарантий, что хадисы никто не исказил. Итак, во-первых, давайте разберемся с тем, какие у нас имеются доводы и доказательства того, что без разъяснения непорочных, в частности, без толкования, без разъяснения пророка салаллаху алейкум 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 ассалям, Коран понять сложно или вовсе невозможно. Обратите внимание, Всевышний в Священном Коране неоднократно подчеркивает то, что Он не спослал Священный Коран людям для того, чтобы посланник Аллаха разъяснил этот Коран людям. Например, в Суре 16, в Аяте 44, это 16-44, Всевышний говорит, мы не спослали тебе поминания, Коран, для того, чтобы ты, о посланник, разъяснил то, что им было неспослано. Чтобы ты разъяснил, мы не спослали, чтобы ты разъяснил. Не говорится, мы не спослали, чтобы они сами поняли его. Нет, Коран необходимо понимать через разъяснение его святлости посланника Аллаха салаллаху алейкум 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 алейку сказал, я оставляю среди вас две драгоценности. Это один из аятов Священного Корана. Или другой аят Священного Корана в той же суре, в 16 суре, аят под номером 64, где Всевышний говорит, обратите внимание, Всевышний говорит, что мы не послали тебе книгу только и только и только для того, чтобы ты разъяснил. Мы не послали книгу только для того, чтобы ты его разъяснил. Или же в другом аят Священного Корана, в суре Бакара, во второй суре Священного Корана, в аяте 151. 2, 151. Всевышний говорит, «Отправил к ним посланника из среди, из их среды, который читает им знамения Аллаха и очищает их». То есть, отправил, Всевышний отправил посланника, который читает знамения, раз, очищает людей, два, «Ва юалимукумули китаба» «И обучает людей книге» «Валь хикмата» «И мудрости» и обучает их тому, чего они не знали». Обучает, кто этим занимается, кто занимается чтением, кто занимается очищением, кто занимается обучением, знанием и мудрости, кто занимается обучением тому, чего люди не знали. Посланник Аллаха салаллаху алиюльсалям. Если бы посланник Аллах салаллаху алиюльсалям не играл бы никакой роли, никакой функции в себе не нес бы, как утверждают вот эти не очень смышленные люди под названием Кораниты, то посланник Аллаха просто не спасал бы книгу, и никакой роли не приписал бы именно посланник Аллаха, вот читайте, вот книга и читайте. Нет, мы очень часто, и это, кстати, очень небольшое, я просто не хочу затягивать данное обсуждение, данный ответ, очень много аятов, которые свидетельствуют именно об этом, о том, что посланник Аллаха является толкователем Священного Корана, разъяснителем Священного Корана, тем, кто обучает Священному Корану. Это что касается по поводу того, что Коран необходимо понимать через толкование непорочных, в частности, его святлость и посланник Аллаха . Теперь перейдем ко второй части данного вопроса, где вопрошающий спрашивает, что нету точно гарантии того, что хадисы не были искажены, что как нам довериться хадисам, если у нас нет гарантии того, что они не были искажены. Во-первых, давайте обратимся к самому Священному Корану. А где у нас гарантии того, что Священный Коран не был искажен? У нас есть гарантии того, что Священный Коран не искажен. А в чем эти гарантии заключаются? Где у нас гарантии того, что Священный Коран не был искажен? Знают ли кораницы, почему Священный Коран не искажен? Каковы гарантии того, что Священный Коран не искажен? Да, они скажут, что в священном Коране же сказано, что Аллах хранит священный Коран. Но если у нас нет гарантии, внешних гарантий того, что Коран не искажен, то мы не можем доверить этим словам. Понимаете логику эту? Допустим, если я напишу какую-нибудь ложную книгу, предположим, и в этой книге напишу, что это правдивая книга, напишу, что это книга правдивая, заслуживает ли вот это высказывание, что это книга правдивая, доверие? Нет. Почему? Потому что сначала эта книга должна быть доказана, что она правдивая, чтобы мы могли этому утверждению верить, в противном случае невозможно верить. То есть мы не можем доказывать неискаженность Корана тем, что в самом священном Коране сказано, что Аллах хранит его. Почему? Потому что если бы у нас не было других гарантий, у нас не было бы и гарантий того, что и этот аят не является искаженным, добавленным и так далее. Поэтому каковы гарантии того, что священный Коран неискажен? А гарантией неискаженности священного Корана является то, что Коран дошел до нас через Таваа Тор. Настолько большими и многочисленными путями, в каждом поколении мусульман было огромнейшее количество мусульман, которые хранили этот священный Коран и передавали его следующему поколению. И вот этот Таваа Тор, множественность передач, настолько много было передачиков, что не возникало никаких сомнений, что Коран дошел до нас именно таким, каким он был оставлен пророком. Таким образом, таватор является гарантией неискаженности священного Корана. Теперь давайте обратимся к сунне, к хадисам посланника Аллаха. Среди хадисов, хадисы посланника Аллаха делятся на два вида. На те, которые дошли таким же путем, как Коран, т.е. таватор, и те, которые дошли другим путем, не достигающим таватора. Или таватор, или не таватор. Это хадисы, это сунна. Если говорить о той части, которая дошла до нас через таватор, то она гарантирована теми же гарантиями, которыми гарантирован священный Коран. Поэтому у этих несмышленных коранитов абсолютно нет никаких оправданий в данном случае. Потому что эти хадисы, которые дошли до нас через таватор, они гарантированы ровно тем же, чем гарантирован священный Коран. То есть именно таватором гарантирован. И среди этих хадисов, которые достигают степени таватора, это то, что его светлый посланник Аллаха оставил после себя Коран и свой ахляль-бейт. Это тоже хадис, достигая степени таватора. И этот ахляль-бейт также является разъяснителем священного Корана, и от которых также передаются мутаваторы предания. Мутаваторы предания от ахляль-бейт. Таким образом, вот этот вот объем мутаватор преданий, мутаватор хадисов достигает просто больших масштабов, глобальных, огромных объемов. Это по поводу того, что касается мутаватор преданий. А теперь давайте поговорим о тех преданиях, которые не достигают степени таватора. Эти предания, которые не достигают степени таватора, они передаются разными путями. Некоторые эти пути содержат в себе ненадежных людей, людей, которые были склонны к несправедливости. Содержат в себе людей, которые были склонны к лжи. И вторая группа преданий – это предания, в цепочках передатчиков которых нету лжецов, несправедливых и лугунов. Те цепочки передатчиков, в которых есть лжецы, лугуны, выдумщики, несправедливые люди, их мы откидываем, о них мы их никогда не собирались доказывать и доказывать не собираемся. Поговорим о тех преданиях, не достигающих степени таватора и передающихся нам по цепочке передатчиков, исключительно состоящих из надежных, правдивых и справедливых людей. Что по этому поводу говорит сам Священный Коран? Обратите внимание, в одном из аятов Священного Корана, это 6-й аят 46-й суры, Всевышний говорит, что если к вам придет нечестивец с сообщением, то исследуйте, исследуйте это сообщение. То есть не принимайте от нечестивца сообщение. О чем говорит это? Этот аят о чем говорит? Этот аят говорит о том, что если сообщение дошло до нас через не нечестивца, а через справедливого и порядочного человека, то принимать от него предание и сообщение можно. Можно принимать это сообщение, если передается не нечестивцам. Ибо если бы и от не нечестивца, и от надежного человека мы не должны были бы принимать, то аят не должен был бы звучать таким образом. То есть если Всевышний говорит, что если к вам пришел нечестивец с сообщением, то не принимайте, а исследуйте, интересуйтесь, посмотрите вообще, правда это или нет. Исследуйте объективную реальность, чтобы понять, это правда то, что он сообщает или нет. Этот аят говорит о том, что если человек не является нечестивцем, а является надежным, порядочным человеком, то его сообщение необходимо принимать. И этот аят ясно и недвусмысленно об этом свидетельствует. Поэтому нашей обязанностью, о которой говорит сам Всевышний в священном Коране в отношении этих преданий, которые дошли до нас, непорочных по путям, которые не достигают степени таватор, но при этом передающихся исключительно надежных и порядочных людей, наша обязанность в отношении этой группы хадисов, то чтобы мы их принимали. Об этом говорит сам Всевышний в священном Коране. И не только, кстати, в этом аяте, и во множестве других аятов. Я приведу, например, еще один аят, это 122 аят 9-й суры, где Всевышний говорит Пусть из каждой группы, из каждого племени будут люди, которые отправятся изучать религию и углубляться в религию. Для чего? Ли юнды рукау махум ида ражау лейхим. Чтобы когда они вернулись к себе домой, в свое племя, чтобы они увещевали свой народ. Возможно, люди и их племя будут увещеваться, будут принимать это увещевание. То есть Всевышний в этом аяте священного Корана говорит о чем? Говорит о том, что было бы хорошо, чтобы из каждого племени были люди, которые изучают религию и потом приходят в свое племя и увещевают свое племя. И как этот аят во времена посланника Аллаха, воплощался, мы прекрасно знаем, что из каждого племени были люди, которые приходили в Медину, потому что этот приказ был во времена посланника Аллаха, и отчетливо дошло до нас, что были из каждого племени люди, которые приходили к посланнику Аллаха, получали от него религию, изучали религию, от посланника Аллаха, получали аяты, их толкование, их понимание, их раскрытие, и потом возвращались к своему народу и передавали эти знания своим людям, своему племени. И в этом аяте священного Корана Всевышний говорит «Ла аллахум яхдарун» «Возможно, эти люди будут увещеваться». То есть Всевышний говорит, что было бы хорошо, чтобы люди увещевались, чтобы принимали эти увещевания этих людей, которые получили эти знания. То есть эти люди, они не были так многочисленны, потому что сам Всевышний говорит «Фаля у ля нафера мин кулли фиркатин мин хум таифа» «Чтобы пусть из каждого племени будет группа людей». Эти группы людей, то есть они не были многочисленны настолько, чтобы их сообщения достигали степени таватора. Правильно? Один, два, три, четыре человека из каждого племени отправляются к пророку, получали знания и приходили к своему народу. И Всевышний говорит «Хорошо, чтобы это племя увещевалось, получало знания у этих людей, и было под воздействием слов и учений этих людей». Это ясный и недвусмысленный приказ и призыв к тому, чтобы мы верили этим людям, которые доносят до нас религию, даже если это сообщение не является мутаватором. И в противном случае, если бы мы не обязаны были бы увещеваться, Всевышний не сказал бы «Ля Аллахум яхдарун». Это 122-й от 9-й суры. Поэтому, как мы видим, священный Коран разъясняется посланником Аллаха, у нас хадисы делятся на две группы. Те, которые достигают степени таватора, те, которые достигают степени таватора, они по своей надежности ничем совершенно не уступают священному Корану, по своим путям передачи. И те хадисы, которые не передаются таваторам, но эти хадисы, если они передаются надежными и порядочными людьми, то мы обязаны это принимать. Как минимум, можем их принимать согласно аятам Священного Корана. Согласно приказам Священного Корана.